Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам справиться с жизненно важными проблемами и найти возможные пути их решения. Порой ничто так не выводит из себя родителей и учителей, как детская ложь. Но если для одних родителей обман – это целая трагедия, то для других – легкая фантазия. Проходящее явление, на которое не стоит серьезно реагировать. А что же такое детская ложь на самом деле и как к ней правильно относиться? Как осознать причины детской лжи и научиться вести себя правильно, так, чтобы ребенок не обманывал снова и снова? Об этом мы и поговорим сегодня в программе. Ложь люди считают одним из самых серьезных пороков. Стоит человеку обрести ярлык лживого или вруна, и в будущем ему будет очень трудно добиться доверия. Поэтому родители всегда волнуются, если их дети начинают говорить неправду и хотят избавить ребенка от этой привычки. Но человек не рождается лживым, он учится этому в процессе жизни. По мере взросления каждому из нас, как родители, так и общество, предъявляют все больше требований, правила этикета, морально-нравственные нормы, всевозможные «можно-нельзя». И ребенок, еще вчера такой открытый и непосредственный, начинает увиливать и хитрить. Существует много видов и причин детской лжи. Но не за каждую ложь нужно наказывать. Есть так называемая белая ложь, ложь во благо, когда скрывают правду, чтобы не ранить человека. А есть ложь подлая, которая приводит к очень серьезным последствиям. Есть ложь возрастная, которая быстро проходит, а есть постоянная. И становясь хронической, она может выступать признаком большой беды, какого-то нарушения в жизни ребенка или отсутствия здоровых и доверительных отношений в семье. Если не принять мер, то такая ситуация может привести к серьезным проблемам в зрелом возрасте. Поэтому, если ваш ребенок не хочет говорить вам правду, задумайтесь, почему это происходит и что ему мешает быть откровенным с вами. Только доверительные отношения – залог того, что в будущем ваш ребенок не обманет вас. Почему одни дети лгут больше, чем другие? Каковы особенности детской лжи? И как справляться с этим родителем? Об этом мы поговорим сегодня с семейным психологом Анной Мочалиной. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Мочалина Анна Валерьевна. Окончила факультет дошкольной педагогики и психологии Государственного педагогического института в городе Набережной Челны и факультет практической психологии Московского психолого-социального института. Член профессиональной психотерапевтической лиги. Преподаватель психологического факультета Государственной академии специалистов инвестиционной сферы. Автор статей по вопросам психологии. Практикующий психолог, семейный психотерапевт ведет консультации, тренинги, психотерапевтические группы. Существует мнение о том, что вырастить ребенка в наше время честным и заслуживающим доверия куда-то труднее, чем когда-то нашим родителям. Как вы считаете, почему? Наше время сейчас как-то располагает к обману или к неправде? Или наше поколение честнее, чем поколение наших детей? Что вы по этому поводу думаете? Ну, вы знаете, наверное, все-таки говорить о поколении честнее оно или не честнее, это, наверное, неправильно будет говорить, потому что кто это мог оценить, да? Но если действительно у нас в наше время очень много появилось информационных технологий новых, которые помогают врать, в общем-то, и детям, и взрослым. Ну, например, мобильный телефон. Можно где-то кого-то предупредить лишний раз, да, кого-то где-то, ну, в общем-то, вот, потом интернет. Вот если брать детей, можно сделать домашнее задание, скачать в интернете. Опять, а сказать, что я сделала это сам. Если брать серьезный аспект, да, то я думаю, что здесь каких-то временных, когда-то было раньше труднее или сейчас труднее, наверное, нет, потому что проблема, да, лжи, да, она была всегда актуальна. Да почему нас детская ложь так возмущает и пугает? Ну, здесь есть некоторые такие моменты. Во-первых, это потеря контроля над ребенком. Родители боятся потерять контроль над ребенком. То есть, когда ребенок обманывает, он, родители в это время теряют контроль над ребенком? Конечно, конечно, они же не знают, что с ним происходит, что у него в душе, что какое происшествие было. Ну, вообще, неважно, да, причинок. Боятся потерять контроль. Это одно. Вот, ну, и потом родители где-то являются собственниками внутри. И они представляют, например, своих детей как свою собственность, да. Вот, и здесь, как это так, он меня обманул, да. Это тоже возмущает родителей, естественно. Ну, у каждого родителя заботит будущее ребенка, да. И, естественно, никто не хочет видеть своего, своего чада врущим, обманывающим, там, с такими чертами характера. Поэтому они волнуются на этот счет, естественно. Существует ли разница между детской ложью и взрослой? Дети и взрослые, они одинаково вообще обманывают или все-таки по-разному? Взрослые врут приличнее. Вот, они боятся кого-то лишний раз обидеть. Вот, поэтому здесь у взрослых, конечно, есть определенное преимущество. А дети в этом плане, вот, они непосредственные. И вот, в общем-то, отличается, конечно, ложь. И ее легко, достаточно узнаваемо. Она, особенно в младшем возрасте, она, и все родители достаточно легко распознают. Какие виды детской лжи существуют? Что это такое, детская ложь? Перечислите, пожалуйста, чтобы наши родители знали, на что особенно обращать внимание. Ну, естественно, один из видов лжи – это детская фантазия. Вот, несмотря на то, что она фантазия, но все-таки относится к обману. Вот, когда дети начинают придумывать совершенно несуществующие причины того, где они там что-то были, что-то они придумали, что-то они увидели, да. А есть вранье как самозащита, вот, достаточно, на которую вот родители должны внимание обратить, да. Если ребенок часто врет, защищая себя, он боится, чтобы его не наказали. Также дети не хотят оказаться в ситуации, где они будут опозорены, где они будут выглядеть, ну, неловко, им будет как-то неправильно. Поэтому тоже стремятся как-то более себя с хорошей точки зрения показать. Дети обманывают, хвастаются. Это тоже хвастовство, да. Оно тоже из раздела тоже где-то обмана, вранья, да. Дети начинают очень много всего придумывать, планов, мечтаний, да. А на самом деле ничего этого они не делают. Вот такая пустота, пустые, вот. И ничего даже не предпринимают, чтобы сделать, да, например. Чтобы эти мечты осуществились. Да, чтобы они осуществились. Поэтому здесь тоже надо обратить внимание, как бы это ни привело к дальнейшему такому, ну, тлени, какое-то тунеядство, ну, вот здесь вот, в будущем уже, да. Ну, естественно, дети обманывают, чтобы выгородить кого-то, да. Вот. Это часто, это достаточно хороший, наоборот, признак. Спасти друга. Да, я спасу друга, да. Также, наверное, можно назвать видом вранья, вот, таким отрицательным видом. Это уже когда подлость и переваливание вины на другого. Когда затрагивается другой человек, да, да, да. И другому человеку делается плохо. Да, да, да. Причем умышленно, умышленно. По утверждению профессора психологии Калифорнийского университета Пола Экмана, дети способны лгать с того самого момента, как начинают говорить. Во всяком случае, каждый третий из опрошенных им родителей утверждал, что его ребенок врал уже в три года. Но называть ложью то же самое, что и мы, взрослые, дети начинают только к восьми годам. До этого времени они не принимают в расчет намерение говорящего и считают ложью любое высказывание, несоответствующее действительности. Ваши дети вас когда-нибудь обманывали, может быть, в детстве? И по каким поводам? Не, ну, конечно, господи. У меня старший, например, начал очень рано курить и очень долго скрывал. А потом выяснилось. Такие случаи были, как у абсолютного большинства всех жителей нашей страны, да и не только нашей. Ну, как правило, врут по мелочам. Явного обмана я не замечала, но, может быть, какой-то скрытый. На сегодняшний день есть обман, но мы как бы, я бабушка, мы не замечали. Бывали случаи, дети есть дети, они всегда хитрят и пытаются говорить неправду иногда. Но это всегда видно и заметно, особенно когда маленький. Ну, практически он говорит всегда правду или мнется. То есть вот не готов ответить неправду, но и не может сказать правду. Говорит просто, я не хочу отвечать на этот вопрос. А кто учит детей лгать? Вот бывают приличные семьи, очень хорошие родители. И тем не менее ребенок ведет себя нелицеприятно. В чем здесь проблема? Откуда это приходит к нашим детям? Ну, как ни парадоксально это будет звучать, своих детей мы учим врать сами. Родители прежде всего, потому что, когда ребенок совсем маленький, он, естественно, общается только с родителями, да? Что чаще всего приводит к обману? К обману – это излишнее наставление и излишнее давление на ребенка. Когда ребенку очень много ставят различных запретов. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Необоснованных запретов, наверное. Очень часто необоснованных запретов, да. Ребенок, он развивается, он должен где-то двигаться чаще, где-то, может быть, говорить больше. И дети, они еще не усвоили каких-то манер светских, да, или этикета. Это только с жизнью усваивается в процессе воспитания, да? Вот, поэтому лишние запреты они приводят к лжи. И давление. Когда к ребенку предъявляют очень много требований, ну и грубое отношение родителей. Вот, оно приводит к защитной реакции у ребенка. Он хочет себя, прежде всего, защитить. Вот, и начинает обманывать, чтобы его лишний раз не поругали. Бывает так, что родители ведь сами просят детей обмануть. Ну, например. Ну, даже к тому «не зови меня к телефону», да, «менять дома нет». Это очень часто такое бывает, да. А дети в разном своем возрасте, они обманывают одинаково, или все-таки по-разному? И если по-разному, то как? Вот как это происходит в каждом возрасте? На что родителям стоит обратить внимание? Вот на какие возрастные особенности? Ну, если вот так строго делить, то, скорее всего, на три периода. Это дошкольники, где-то с трех лет до семи, да? Это потом идут младшие школьники, где-то с семи до десяти, до двенадцати, может быть, да? И подростковый возраст. Сколько? Какие-то? Ну, это с двенадцати до шестнадцати лет. Вот давайте начнем с дошкольников. Какие особенности в этом возрасте у детей присутствуют в этом вопросе? Ну, здесь вот как раз идет становление речи у ребенка. И ребенок вообще учится осознавать мир, осознавать себя в этом мире, свое «я». Вот. И, естественно, учится первым каким-то нормам, да, социальным. И здесь вступает в очень активное такое развитие у ребенка это воображение. Воображение, фантазии. И порой дети в игре могут столько всего наплести несуществующего абсолютно. Вот. Ну, чаще всего, конечно, родители, ну, стараются не обращать на это внимание, да? Ну, скажем, не бить тревогу, что вот он врет, да? Потому что здесь это свойственно ребенку. Это он должен в своем развитии перейти, вот этот период пережить, когда... Это некий период взросления ребенка, да, да, да. И он нормален, получается. Это, в общем-то, нормален, когда он... Ребенок фантазирует, воображает, когда он предметы наделяет каким-то несуществующим абсолютно признаками, да? Когда ребенок учится говорить, учится только-только узнавать мир, да? Здесь очень важно родителям в своем общении с ребенком, да, больше пояснять. Больше всего пояснять. Не только пояснять признаки предмета, да, но и пояснять любые действия. В дошкольном возрасте чаще всего, конечно, вот присутствует это вот перекладывание вины, но такое вот не злое, не злонамеренное, да? Ну, Анна, стоит ли за это наказывать, за такой вид лжи? Родители, стоит наказывать своих детей? Или вообще, как к этому относиться? Вот если ребенок, ваш ребенок лжет, да, и вы это заметили уже в таком возрасте, что делать родителям? Как на это реагировать? Ну, здесь, конечно, сильные меры ни к чему. Сталкиваясь с детским обманом в раннем возрасте, родителям стоит иметь в виду, что далеко не всегда то, что выглядит как осознанная ложь, является ею на самом деле. Ложью слова ребенка становятся тогда, когда малыш имеет цель получить от этого какую-то выгоду. Но гораздо чаще ребенок может привирать совершенно бескорыстно. Малыш таким образом может просто реализовывать свою склонность к фантазированию. Ребенок с хорошо развитым воображением естественным образом оказывается склонен ко лжи. Такой малыш будет вечно сочинять истории, как небылицы, так и очень реалистичные случаи. Дети-выдумщики сами верят в то, что говорят, а значит, способны заразить своей верой и других. А выглядеть это будет как обман доверчивых родителей. Поэтому, если у вас растет фантазер, относитесь к этой его способности с пониманием. Предложите ему подходящий безопасный способ творческого самовыражения, придумывайте вместе с ним сказки, рисуйте сцены из мультфильмов, играйте в куками-театр. Таким образом, вы направите фантазии ребенка в нужное русло. Младший школьный возраст. Какие изменения происходят там? Достаточно сильные изменения, потому что, во-первых, развивается личность ребенка, появляется очень много новых эмоций, которые, например, маленький ребенок не испытывал. И, естественно, очень большой мотивацией для обмана в этом возрасте служит школа. Когда ребенок попадает в ситуацию оценивания. Раньше его оценивали родители. И, в общем-то, дети к этому относятся, ну, несколько терпимей, нежели когда оценивают его чужие люди. Хорошо. И что? Вот его оценивают теперь чужие люди, и что ему делать? Ему хочется быть, ребенку, ну, как и всем, наверное, людям, да, хочется выглядеть более лучше, чтобы мнение о нем было более хорошим. Вот, поэтому дети начинают изворачиваться, обманывать, показывать себя с лучшей стороны. Какие виды лжи присутствуют в этом возрасте? Опять же, перекладывание вины на другого. Только здесь немножко уже зловредный характер будет носить, да. Здесь, может, злонамеренное будет перекладывание. Специальное, умышленное. Да, да, умышленное, да. Ну и основной вид – это вот желание выглядеть лучше в глазах учителей, в глазах учеников своего класса. Мы побывали в одной из московских школ, поговорили с детьми, и вот, что они нам рассказали. Саша, тебе приходилось когда-нибудь говорить неправду родителям или друзьям? И в каких случаях? Я всегда правду говорю. Почему ты считаешь, что правду нужно говорить всегда? Ну, потому что правда всего дороже. У нас есть одноклассница, которая скажет, что птичка летит. Мы обернемся, она у нас предмет какой-нибудь возьмет. Могут обмануть, я тебе дам конфету, а сами не дадут. А как думаешь, почему они это делают? Потому что им жалко ее. А тебе приходилось когда-нибудь сочинять, что-нибудь фантазировать, говорить какую-то неправду? Да. По отношению к кому ты это делал? Ну, к брату там, к сестре. И как ты хитришь? Ну, я у них это, всякие вещи беру. А что говоришь? Говорю, там в туалете что-то шумит, там на кухне что-то упало. Так, и что, они туда бегут, а ты в это время? Я в это время беру эти вещи и домой. Ну, там подружке я одной иногда говорю неправду. Она, например, хвастается, а я тоже ей хвастаюсь. Хитрить не хитрить, но врать приходилось. Мне мама оставила кое-что сделать не в школе, а мама спрашивает, что-то я определенно сделаю. Я отвечаю, да, когда я не сделал. И для меня сейчас главное именно это сделать. Но не пойман не вор, так ни разу не поймался. А среди твоих друзей и знакомых есть такие ребята, которые могут сказать неправду? Да все врут. Нету честных людей. Не даром же нам дали способность врать. Итак, Аня, как вы слышали, дети начальной школы, они говорят только правду, судя по их ответам. Ложь они не любят и вообще ей не пользуются. Ну что, они просто решили себя приукрасить, очевидно? Нет, это тоже свойство возраста. Это то есть это нормально, да? Именно этого возраста дети себя в этом возрасте, в младший школьный возраст, они себя очень хорошо, очень любят, очень хорошо оценивают. И такой период, он называется латентный период, когда дети такие солнечные, хорошие, и да, я не обманываю маму. Это на самом деле свойственно. То, что они сказали, это нормально совершенно, и возрастно свойственно. Как поступать родителям в случае обмана вот в этом возрасте? Что нужно делать? Наказывать, не наказывать ребенка? Если наказывать, то как? Здесь, ну, наказание, да, скорее всего, требовательность, естественно, повышается к детям в этом возрасте, да? И поэтому наказание, оно, естественно, тоже должно быть, ну, наверное, ужесточено, да, нежели у дошкольников. Ну, например, что? В каком плане? Что нужно делать? Если ребенок получил двойку и не говорит родителям, да, здесь, конечно, нужно причину себе еще поискать, да, почему он скрывает от вас эту двойку, да, потому что, может быть, вы излишне, да, его ругаете за это. Личный контакт с ребенком, потому что все причины обман, они прежде всего в межличном основном общении ребенка с родителем. Как ты считаешь, детей нужно наказывать за неправду? Иногда. Просто поругать, сказать, чтобы они этого не делали больше. А как ты считаешь, за неправду нужно наказывать ребенка? Нет. Почему? Потому что они же дети. Для вашего большая действительно надо наказывать. А если Марина... Морой тюрьмой. Как ты считаешь, почему надо наказывать детей все-таки? Хоть как-то, но надо наказывать за неправду. Ну, чтобы больше не брали. Ну, в угол бы поставила вот. Просто надо бы просить прощения, и тебя простят. А на что представляет собой обман в подростковом возрасте? Какие виды обмана существуют в этот период? Каковы их причины? И вообще, как с этим можно бороться? Дети очень ранимы в этом возрасте, да? И нужно быть осторожны в их оценке. Здесь на первый план в подростковом возрасте выходят межличные отношения между сверстниками, да? И это надо очень хорошо учитывать родителям. Учитывать, что дети хотят общаться с другими детьми, да? Дети хотят ходить в кино, дети хотят... Помимо школы у них должно быть именно общение. Здесь надо тоже учитывать. Дети в этом возрасте хорошо очень понимают уже инструкцию, да? Будем так говорить. И хорошо бы какое-то планирование в семье, да? И еще обсуждение каких-то общих вопросов семейных. В подростковом возрасте дети любят, когда к ним обращаются как со взрослыми. Скажите, пожалуйста, Анна, ложь – это болезнь или это дурная привычка? И можно ли от нее избавиться? Если да, то как? Ну, скорее всего, ложь – это дурная привычка. Если у ребенка уже сформировалась стойкая привычка говорить неправду, опять-таки нужно смотреть в причину в семье. Причина еще в вашем взаимоотношении и в вашем разговоре. Как вы строите свой разговор с ребенком? Как ты считаешь, почему дети все-таки иногда обманывают? Потому что иногда они думают то, что люди, ну, взрослые не могут их понять, и они находят такие пути, чтобы их поняли. Нас учат быть честными, на нас этим могут как-то надавить, и мы можем побояться сказать свое настоящее мнение, чтобы не показаться другим глупым или, как сказать, нечестным человеком. Обман – такая вещь, потому что, в принципе, она свойственна любому живому существу на планете Земля. Вот. Но на самом деле без обмана можно обойтись. Вот. Но в первую очередь не нужно обманывать себя, на самом деле, мне кажется. А если ты не будешь обманывать себя, ты уже других обманывать, ну, как бы, не будешь. Как родители относятся к тому, что ты иногда говоришь о неправду? Ну, папа не знает, что я ему говорю неправду, мы с ним на эту тему не разговариваем. А мама, когда узнает, ну, так, она, если вот правда такая, то, что, ну, мелкая, она ничего не говорит. А если что-то серьезное, то она сначала покричит, потом может обидеться иногда. Но в итоге получается так, что я все равно хожу на нее обиженной, и она еще просит прощения. Как твои родители относятся к тому, что ты иногда говоришь неправду? Вообще понимают ли они это или нет? Ну, да, я думаю, что понимают, потому что им тоже приходится что-то мне не говорить, что-то скрывать, какие-то, ну, не знаю, проблемы семейные и так далее. И я тоже, ну, какие-то свои личные проблемы стараюсь оставить для самого себя, чтобы решать их самостоятельно. У меня с родителями доверительные отношения, и мы не нуждаемся в том, чтобы разбирать, там, в этой ситуации я соврала или нет. А если так, то что же, они мне врут, я им вру, все нормально. Это не выходит за грани, не знаю, общепринятых приличий. Мне кажется, что дети в этом возрасте, они всегда все равно что-то постараются вот так не договорить родителям. Вот что-то оставить при себе, что-то оставить в себе. С этим как-то надо бороться? Или это, опять же, нормально? Ведь у нас у каждого есть там какие-то свои затаенные уголки, потаенные уголки души, которые мы, в общем-то, не обязаны кому-то раскрывать. И это, я думаю, не является ложью. Вот позволительно ли вообще ребенку в любом возрасте, особенно в подростковом, иметь такие тайники души и не рассказывать об этом никому, и родителям в том числе, какими бы доверительными отношениями ни были? Не, ну какие-то тайны свои личные, да, они могут и не доверять родителям, да? Вот, а что касается ситуации курения, там, алкоголя и другие. Ну, это самая распространенная ситуация. И родители по поводу этого беспокоятся обычно часто, там, дурные компании и все, что с этим связано. Ну, если действительно такая ситуация уже возникла, да, что все, она уже, да, возникла, то здесь важно побольше контроля осуществить, больше контроля. Вот, как бы, один из методов, то, что, чтобы вы больше знали, чтобы родители больше знали, где находится их ребенок, с кем находится их ребенок. Ну, и можно, конечно, прибегнуть к помощи, там, учителей. Учителя, кстати, достаточно больше информации владеют, чем родители. И, может быть, где-то вы недохвалили своего ребенка. То есть недолюбили. Недолюбили. Вот даже хвастовство и хвальба, там, корень одинаковый, да? Когда ребенок излишне хвастается, да, то это говорят, что недохваленый ребенок. Лишний раз, ну, можно похвалить ребенка. Нужно даже ребенка похвалить. Некоторые специалисты считают, что с детской ложью бороться бесполезно. Да и не стоит, потому что ложь и вообще вранье являются частью нашей жизни. Как вы относитесь к этому? Что вы нам можете сказать? Некоторую ложь детскую не стоит драматизировать, когда это касается воображения, фантазий, творческой какая-то, да? Когда это переходит какие-то с границы этических норм, да, тогда мы должны, естественно, показать ребенку, да, что вот здесь обманывать – это уже плохо. Ты здесь затронул интересы другого человека, да, ты его обидел этим обманом. Здесь обязательно надо показать границы, да? То есть такая ложь является уже непозволительной? Непозволительной, да. Ну, естественно, подлость, да, когда умышленно ребенок причинил вред другому человеку от того, что он обманул. К сожалению, дети лгут не только из благородных побуждений, но и из-за корысти, злонамеренности, цинизма и панического страха перед родителями. И в этом случае невинная ложь может оказаться уголовно наказуемой. Так, по статистике, предоставленной пресс-службой Управления внутренних дел города Челябинска, на каждые 100 заявлений о краже мобильников примерно 20 оказываются ложными. За подобную шалость грозит вполне серьезная мера – статья 306 Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложный донос о совершении преступления. Наказанием будет либо штраф, либо обязательные работы, либо исправительные работы, либо арест, либо вовсе лишение свободы до двух лет. Учитывая, что детские шалости – дело рук несовершеннолетнего, наказание могут смельчить примерно наполовину. И страдать, скорее всего, придется родительским кошелькам. Ведь штраф, назначенный по решению суда, может взыскиваться с родителей или иных законных представителей. Что может произойти, если родители не будут обращать внимания на детские обманы? Это может как-то потом спроецироваться на будущее ребенка, на его взрослую жизнь? И каким образом? С какими проблемами он может столкнуться в будущем? Да, конечно, безразличие родителей, естественно, может привести к тому, что человек будет вот именно все время изворачиваться в любой ситуации, будет стараться показать себе с лучшей стороны, придумать различные, там, куча причин разных, почему он там не пришел, почему он там это не сделал, да. А потом это приводит к лене. Человек, который врун, лгун, он постоянно врет, вот эта фраза, да, еще очень часто. В общем-то, с ним особо не хотят иметь дел в бизнесе, в работе, да. Таких людей стараются обходить стороной. Да, поэтому безразличие к детскому обману может к этому привести. И родителям, конечно, нужно обязательно обращать внимание, когда дети достаточно часто обманывают. Как вы считаете, нужно наказывать детей за то, что они говорят неправду или не стоит? Ну, знаете, Макаренко тоже считал, что якнутый пряник, в общем-то, имеет место. В общем-то, должно быть, должно присутствовать в воспитании. Поэтому, наверное, когда-то нужно наказывать детей. Ну, вот, прежде чем наказывать, может быть, нужно разобраться, постараться, по крайней мере, разобраться в причинах лжи. Если наказывать, то как? Возможный вариант. То есть, можно лишить чего-то любимого, скажем. Можно просто показать свое отношение к этому, недовольство. То есть, ему будет неприятно, что я расстроилась или я плачу. И он в следующий раз не сделает так, как сделал в этот раз. Под настроение могу дать по заднице. Я считаю, что в ряде случаев это оправдано. Наверное, лучше разговаривать с ребенком, чтобы он понял. Самое большое наказание, наверное, это то, что ты сам осознаешь, что ты сделал плохо и винишь потом себя. Вот это для меня самое большое наказание. Наказывать не надо. Вообще, как бы, обижаться можно. Обижаться, в принципе, свойственно вообще любому человеку за обман. Но, как еще любому свойственному человеку, это прощать свойственно. То есть, в принципе, если люди прощают за обман, значит, это очень сильные люди. Но прощать это в большой, большой, большой части. Наша передача подходит к концу. Ваш заключительный такой совет, пожелание родителям. Что вы могли пожелать родителям для того, чтобы как-то пресекать подобные ситуации в семье? Наверное, я не совет дам, а я просто такую фразу скажу, что все родители хорошие и дети хорошие тоже. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была семейный психотерапевт Анна Мачалина. И мы говорили на тему детской лжи. Хочу от себя лишь сказать, добавить только то, что для того, чтобы ваш ребенок не обманывал вас, нужно исключить причины, которые порождают обман в вашей семье. Будьте внимательны к своим детям, любите их, заботьтесь о них и будьте счастливы.